Я все-таки к детям хочу. Какое вы будущее видите? Я, насколько понимаю, сын ведь уже определился с выбором. Нет, я не могу так сказать. Вы знаете, он дебютировал в спектакле «Театр табаку» на сцене МКТ. Он сейчас учится в театральном колледже на втором курсе. Он дебютировал в кино в этом году у замечательного режиссера Анны Меликян. Он сыграл главную мужскую роль. Не знаю, сыграл или нет, но играл. Потому что, знаете, актер может играть роль, но не сыграть. Это разные вещи. Я, естественно, желаю, чтобы у фильма был успех. Прежде всего, режиссер, она достойна этого, она очень талантлива. Но ему 17,5 лет. Я считаю, что для него это проба понять себя, разобраться, понять, что он любит или не любит. Он сейчас увлечен. Но он достаточно трезвый молодой человек. А в маму? Если трезвый и увлеченный, мне кажется, больше в маму, чем в папу. Возможно. Поэтому, я думаю, он разберется. Потому что, если мы вспомним историю старшего сына Олега Павловича, Антона, он достаточно летельное время был актером. Потом он нашел себя в бизнесе. Сейчас он нашел себя в семье. У меня был буквально неделю назад Антон. Он приезжал в Москву, приходил. Он нашел себя в семье. Понимаете, да, для него семья очень много значит. Он вообще человек, который нас объединяет, скажем так. В основном мы у него все встречаемся. А, вот это, кстати, я тоже знаю. Да, наши дочки дружат. И они фактически ровесницы. И Павел к нему с необычайной нежностью относится. Он к Антону очень нежно относится. Вот. Поэтому жизнь такая непредсказуемая. Вы знаете, человек может заниматься одним, потом понять, что он хочет еще что-то попробовать. Главное, чтобы была эта возможность. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.